Владислав Селезнев вернулся к нашему эфиру. Владислав, здравствуйте. Добрый день. Слава Украине. Героям слава. Владислав, мы только что посмотрели сюжет о потерях российской армии и авиации за эти 10 месяцев войны. Расскажите, пожалуйста, что вы думаете об этих потерях и как, собственно, эти потери отразились на летном составе армии противника? Я, пожалуй, начну с того, что нам крайне важно уничтожать авиасредства противника, потому как эти перебои со светом, со связью, они являются вследствием активной боевой работы российской авиации. Очевидно, что украинские силы обороны действуют пусть и нелинейно, но в определенной степени с максимальной эффективностью. И тут я не могу не вспомнить один из самых ярких примеров, это нанесение ракетного удара по военному аэродрому в Саках, это территория временно оккупированного Крыма, в результате которого 50% морской авиации Черноморского флота Российской Федерации было повреждено. Знаковое событие было 9 августа этого года. Да, 9 августа это случилось. Я очень хорошо знаю те месяца, там прошло мое детство, поэтому, собственно говоря, тот период, я кто каждый день до сердца было. То, что произошло на минувшей неделе в районе Саратова, в Энгельсе, соответственно территории Брянской и Курской областей, в очередной раз подтверждает, что украинские силы обороны имеют возможность и далее развивать тот самый успех по части уничтожения стратегической авиации российской оккупационной армии. Потому что именно стратегическим бомбардировщикам выступает в качестве воздушных платформ для совершения тех самых ракетных ударов, реализации ракетного террора под именем или под флагом Владимира Путина. Очевидно, что уничтожение как авиационной техники, так и непосредственно персонала, который обслуживает, управляет российскими самолетами, это очень хорошее приобретение для украинских сил обороны по совершенно очевидной причине. Потому что подготовка всякого профессионального летчика занимает не только годы, но и требует достаточно серьезных финансовых положений. Буквально ожидая эфир, я увидел в ленте новостей сообщение о том, что во время атаки по аэродрому Энгельс был уничтожен российский майор, летчик, который в свое время принимал участие в тех самых ракетных атаках по территории нашей страны. И это хорошая новость, потому как, как минимум, этот майор точно не будет принимать участие в массированных налетах на территории нашей страны. Ну и, соответственно, мы должны понимать, что российская армия, теряя технику, теряя подготовленный персонал, не имеет возможности в короткие сроки восстановить тот самый военный потенциал. Ну, хотя бы потому, что, например, самолеты Ту-95 не выпускаются на территории. Сейчас настраиваем связь, есть некоторые проблемы с интернетом. На связи с нами Владислав Селезнев, военный обозреватель, а также бывший спикер Вооруженных сил Украины. Мы говорим о потерях российской армии, в частности, о потерях авиации. Как только что сказал Владислав, известно, что в результате атаки, которая была совершена и произошла на аэродромах в России, в 600 километрах от украинских границ погиб генерал, который принимал участие в атаках мирных городов Украины. Майор, прошу прощения. Собственно, хочется обсуждать еще некоторые видео, которые появляются в интернете. В частности, давайте сейчас его посмотрим. Есть информация о том, что на кадрах российский Су-25 со знаковым значком этим свастикой современной Российской Федерации, с буквой «З». Вот таким образом садится, как говорят, на брюхо. Вот сейчас это приземление идет. Из-за блокировки шасси такая аварийная посадка. Вот что надо знать и надо видеть, и, возможно, то, чего не покажут на федеральных каналах Российской Федерации. Там могут показать только героические сюжеты о героических военных летчиках. Сейчас настраиваем связь. Много тем для обсуждения с Владиславом Селезневым. Стоит обсудить и поставку иранских дронов России Тегераном, и также другие темы, в частности, о том, что сейчас происходит в Луганской области. Известно, что там этой ночью происходили взрывы. Вооруженные силы Украины держат под огневым контролем все участки и места дислокации оккупационных войск, в частности, и казармы, поэтому новомобилизованные вряд ли могут чувствовать себя безопасно. Кроме этого, стоит обсудить еще и события, которые стали известны благодаря Укроборонпрому. Там сообщили, что на ранее анонсированный БПЛА с дальностью 1000 километров уже летает и проходит обучение. По словам руководителя проектов концерна, это будет не совсем дрон Камикадзе, а с интересной возможностью, я процитирую. У нас будет Камикадзе с возможностью возвращения. И на данный момент хочется все-таки поговорить с Владиславом Селезневым. Сейчас устанавливаем связь. Связь проблемы... Да, Владислав присоединился к нам по телефону. Владислав. Интересная была мусорь. Вы говорили, что серьезный урон получила российская авиация, когда на Энгельсе были повреждены дроном неизвестным. Бомбардировщики Ту-95. Вы сказали, что это очень больно для России, потому что эти бомбардировщики... Как минимум 30 лет уже не выпускаются на территории Российской Федерации. Плюс в наличии, например, Ту-95МС у россиян всего лишь порядка 20 штук. То есть повреждение даже двух или трех единиц – это существенное сокращение потенциала российской армии. Плюс мы помним о том, что каждый военный летчик – это штучный товар. Он требует и многих лет на подготовку, и, соответственно, огромных денег на обеспечение этой самой подготовки. Поэтому чем больше военных летчиков будет уничтожено, тем, соответственно, легче будет жить, дышать всем нам. И тем меньше будет у нас проблем, в том числе с электричеством и со связью. Владислав, давайте все-таки сейчас обсудим еще заявление Укроборонпрома. Я только что говорил о том, что сейчас уже используется, вернее, проходит тестировку дрон с возможностью, с дальностью тысячи километров. Он уже летает и проходит обучение. И, процитирую, у нас будут камикадзе с возможностью возвращения. Как считаете, российские военные уже сейчас понимают, что, по сути, они не могут себя чувствовать в безопасности даже в глубоком тылу? Это очевидно. Причем, если 9 августа сего года, когда случились взрывы на территории Сахского военного аэродрома, а, кстати, мало кто вспоминает о том, что в тот же день случился пожар на территории военного аэродрома в Каче. Это тоже территория временно оккупированного Крыма, немного ближе к Севастополю. Тем не менее, возглавления и там было. Информации о тех событиях крайне мало. Но, опять же, я думаю, что это звенья, что той же цепи действий украинских сил обороны направлены на максимальное снижение военного потенциала российской оккупационной армии. Очевидно, что весь этот процесс, он будет продолжаться дальше. И я не думаю, что в принципе действия украинских дронов или иного вооружения, которое сейчас работает по военным объектам, будет ограничиться 200 километров или 600 километров, уж коль мы вспоминаем историю, связанную с военным аэродромом «Энглис-1». Думаю, что эта ситуация будет развиваться и далее. И, соответственно, те разработки и украинского оборонно-промышленного комплекса, и частных компаний, которые занимаются разработкой такого типа вооружения, они, так сказать, принесут те самые плоды. А плоды они очевидны, и нам необходимо уничтожать вражескую технику в местах их базирования, дабы та самая вражеская авиационная техника не прилетала на территорию нашей страны и не бомбила мирные города Украины. Владислав, к сожалению, армия противника сейчас активно использует дроны. В воздушных силах Украины и оперативном командовании «Юг» на днях объясняли, что использование этих иранских дронов в том числе зависит и от погодных условий. Как вы в целом сейчас оцените работу украинской ПВО в борьбе с этими шахидами и тактику использования их врагом? Коллеги, вот по поводу того, что иранские шахиды 136-е невозможно использовать в зимних условиях, в условиях неизвестных температур, это не соглашается спикер командования воздушных сил полковник Игнат, и я с ним солидарен, потому что очевидно, что гражданские самолеты перемещаются в пространстве на высотах более 10-12 км по температуре порядка минус 60 градусов, и все системы функций в самолетах работают. Не думаю, что проблема неиспользования ранее определенного периода времени российской оккупационной армии и шахидов была связана с тем, что их нельзя использовать в сложнопроводных условиях при низких температурах. Скорее всего, состоялась очередная поставка тех самых дронов. Разведсообщество «Реминт» сообщает о том, что Россия недавно получила порядка 150 шахидов, соответственно, сейчас их будет Россия активно использовать для нанесения поражения по объектам критической энергетической инфраструктуры нашей страны. Ну и, соответственно, нам есть на чем работать. Кейс усиления противовоздушной и противоракетной обороны всегда является актуальным. Что касаемо кейса боевой работы по шахидам, то тут надо рассматривать более дешевые варианты по типу зенитных орудий, по типу крупнокалиберных полинетов, которые необходимо размещать в местах нахождения стратегически важных энергетических объектов. Я думаю, что возможности украинских сил обороны, в том числе и подразделения территориальной обороны, можно направить на обеспечение именно этой задачи. Владислав, мы уже неоднократно с вами вспоминали Крым сегодня в нашем разговоре. Вот украинская армия за эти 10 месяцев пух и прах, по сути, просто уничтожила нарративы российских пропагандистов о силе и мощи так называемой второй армии мира, кроме того, нарративы о том, что Крым это неприступная крепость. Иначе вот как можно объяснить кадры, которые мы сейчас покажем? Вероятно, что вы видели эти кадры. Это окопы на побережье Крымского полуострова. Владислав, вот что вы думаете по этому поводу? И известно ли вам, как сейчас в целом армия противника готовится к возможному приходу вооруженных сил Украины? Неизбежно. Коллеги, давайте по порядку. То видео, о котором идет речь, скорее всего, это видео с городского пляжа, пляжа населенного пункта Черноморская, но он находится на западной оконечности Крыма. Окопы, которые вырыты на городском пляже, думал, в течение недели будут смыты штормами, которые в это время года особенно активны, в том числе и на западном побережье Крыма. Собственно говоря, напрасные вложения финансовые, ресурсные, то есть эмоции, ресурсы, людские ресурсы, практически потрачены напрасно. Но таким образом российские пропагандисты имеют возможность продемонстрировать местным жителям, крымчанам о том, что они готовятся держать оборону. Собственно говоря, в эту же парадигму укладываются события в связи с инженерными и фортификационными работами, которые в настоящее время проводятся на севере Крыма. Там точно так же ровно такопы устанавливают эти первитки бетонные, пустотелые, таким образом пытаясь в перспективе сдержать украинское контрнаступление. Но тут есть и хорошие новости, как по мне, потому как очевидно, что путинская армия готовится оборонять Крым, значит, она понимает, что украинская армия не остановится по линии Днепра, в нижнем утечении будет продвигаться вперед с целью реализовать ключевые задачи освобождения территории всей страны в границах 1991 года. Над этим украинские силы обороны будут работать, а наш противник об этом совершенно четко осведомлен, и он понимает, что в конце концов этот план будет реализовываться. Ну а движения, связанные с ретем окопом на пляже, оно ничего, кроме улыбки, не вызывает. Это пустая трата времени и силы ресурсов. Владислав, спасибо вам большое за ваше экспертное мнение и за этот разговор. Владислав Селезнев, военный обозреватель, бывший спикер Вооруженных сил Украины, был с нами в эфире «Фридема». До свидания.